многие пишут мне в телеграм и ватсап паникуют что инстаграма не будет инстаграм пишут что где-то уже отрубилось в телеграм мне написали что инстаграм отрубился где-то на сахалине что ли в общем народ паникует чё паниковать не ну вот чё паниковать ну отрубят ну вот отрубили ну как-то же мы жили без этого инстаграма ну жили без ютуба как-то жили будем заново книги читать нет ну а чё делать чё паниковать ну отрубят да неприятно там ты вложил силы работали там просто смотришь ну в общем неприятно в любом случае когда меняется ход вещей каких-то привычных это неприятно но не смертельно я знаете как решила просто течь сейчас по течению вот будет как будет те люди которых я боюсь потерять боюсь что утрачу контакты там да каким-то образом если у меня не было телефона например а только социальные сети я попросила номера телефонов чтобы мне дали кто-то дал кто-то не дал но ничего страшного в общем вот так но вот очень паникует я считаю что паниковать ничего ничего такого страшного не происходит нас это намеренно и делают для того чтобы посеять панику для того чтобы люди начали нервничать для того чтобы вот это вот все было нестабильно в общем я считаю что это делается намеренно это первое второе ну вот смотрите как отключат инстаграм или другие социальные сети если разобраться логически что вообще такое социальные сети это способ воздействия на людей ну правильно вот смотрите если бы у нас не было социальных сетей откуда бы нашим детям там промывали мозги и нам тоже вот откуда непонятно откуда это просто огромная такая машина которая промывает мозг или делает все что хочет с людьми на расстоянии никто никогда не открутит не отключить никакие социальные сети и все будет окей эти постирала тапки надо их причесать некрасивые вчера закинули все тапочки все постирали надо вещички бы разобрать постиранные и так пришел как дела виталь я туда холодно а сколько там градусов да ты чё я не поняла весна где а весна где зубы зацекотали ну в общем я вещички собираю не собираю пока у меня киска тут спит прям под вещами это же ее домик в общем не расстраивайтесь я конечно тоже представьте мое состояние у меня снесли тикток большую страницу окей смысле ее нет столько там трудов столько сил было потрачено только видео я снимала монтировала все ну ладно окей смирились теперь я понимаю что взялись там за instagram например там у меня stories они прогружаются еще что-то не делает целая история ну ладно например его снесут тоже я уже как это знаете человек который смирился совсем я думаю что с ютубом это единственный ресурс который ничего не произойдет у меня такое ощущение если все остальное могут снести действительно то мне кажется единственное что будет стоять это youtube потому что youtube уже сотня лет но не сотня но вы меня поняли это самый древний такой видео хвостинг который но я не знаю что должно случиться чтобы его с ним что случилось все перемешку вещи а там наверно еще усы на висят здесь смотрю другое и белое и темное и кухонное полотенце еще одну кухонное видать попались они вообще обычные кухонные не стирают не стирают что написать с другими вещами так постирала 1 зеленый костюм как он сюда послески повел да вроде ничего не развалился ничего не торчит никакие нитки вроде все хорошо там у меня еще на столе груда москов такое ощущение что знаете жду пока вообще носки закончится в шкафу и тогда только начинают разбирать искать свои ну и ладно все разобралась вообще спросили у меня кровать с подъемным механизмом да с подъемным с подъемным механизмом не знаю будет стирка или нет пока не убираю потому что у меня вещи на кровати надо кофе бы сварить да очень хочется кофе вот Продолжение следует...